Всем привет! Вы на канале Музыкальный Беспредел. И список песен детства открывает песня, которая к моему детству не имеет совершенно никакого отношения. Но тем не менее, её любят многие, и для людей помладше она поистине песня детства. Враг мой, бойся меня. Она же режиссёр от группы Градусы. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Следующая песня напротив. Её знают с детства как люди, родившиеся в конце 80-х, так и те, кто родился в нулевые даже позже. Песня Блу, больше известная как Добуди-добудай. А всему виной рубрика на телеканале Бридж Ти Ви под названием Бэби Тайм. Пиши в комментариях, если смотрел эту рубрику. Да что уж таить, я сам любил позалипать на Бэби Тайм. Про группу Тату рассказывалось в прошлой части, и там фигурировала песня «Я сошла с ума». Если не смотрел, потом посмотришь. Сегодня речь пойдёт о не менее известной песне группы под названием «Нас не догонят». И эту песню я смело могу отнести к своему детству. Но думаю, люди помладше тоже её хорошо знают. Как по мемам, так и просто как хорошую композицию. Детство родившихся в 90-е годы явно не обошлось без рок-группы из Таганрога «Звери». Их второй альбом «Районы квартала», на мой взгляд, был самым крутым. Но это лично моё мнение. Именно одноимённая песня и попала в наш сегодняшний выпуск. Ну, подпевайте. «Районы», «Кварталы», «Жилые», «Массивы». Наверняка многие напевают иностранные песни так, как им слышится. В итоге получается непонятная смесь из слов и слогов на родной речи, вместо оригинального текста. А что будет, если об этом написать целую песню? Будет однозначно хит. Именно хитом, который звучал из каждого утюга, и была шуточная песня о Сарехе от испанского квартета, состоящего из сестёр Лес Кетчуп. Девушки написали песню про парня, который любит рэп и регги, и слоняется по улицам, напевая песню 79-го года. «Rapper's Delight» от Sugar Hill Gang. Слова которой девушкам слышится как... Одна из любимых песен наших подписчиков помладше «I seo ti pego» или «Просто носа носа», а также многочисленные шутки про таблетки от диареи. Если бы Мишель Тило знал, насколько популярна была песня в России и благодаря чему, он бы наверняка записал русскоязычную версию именно с переделанным припевом. Но это, Стёп, конечно же, песня была популярна не из-за этого, а благодаря заедающему припеву, причём по всему миру. Пожалуй, эта песня встречалась в комментариях чаще всего. Песня от украинского дуэта Потапа и Насти Каменских «У нас на районе». «У нас на районе» «Не звонят, а звонят» «Стены все в баллоне» «Вася, шо ты гонишь» Шуточная песня с заедающим припевом, которая не претендовала на философский и глубокомысленный текст. И если про звонят и звонят всё понятно, это придаёт окрас описанию местности, то всеми любимые пырышки-пупырышки требуют более детального разбора. Я всегда задумывался, что же это может быть, но перед написанием текста к этому видео... «Я вышел в интернет с таким вопросом». Но, к сожалению, я так и не нашёл внятного и достоверного ответа. Наиболее убедительный вариант был про гусиную кожу, ну или попросту мурашки. А какие варианты есть у тебя? Пиши об этом в комментариях. Ещё одна украинская группа в нашем сегодняшнем списке песен детства. Тогда она себя называла просто и со вкусом «Квест Пистолс». Это сегодня к названию приросло ещё одно слово. А первый всеми любимый состав и вовсе выступает как новый проект под названием «Огонь». По многочисленным просьбам из комментариев была выбрана песня «Ты так красива». «Ты так красива, невыносима, рядом с тобою быть нелюбимой». Следующая песня достаточно частый гость на нашем канале. Я уже про неё рассказывал в самых вирусных песнях 21 века, а также в одном из выпусков «Песенство из старой Nokia». И, соответственно, этот бессмертный хит от группы Озон не мог не попасть в выпуск с песнями детства. «Драгоста динтей» или просто «Нума-нума». Песня настолько популярна и любима по сей день, что в прошлом году Дан Балан, бывший солист Озон, сделал ремейк под названием «Нума-нума-2». И меньше чем за полгода клип песни набрал на YouTube ни много ни мало, 57 миллионов просмотров, что в принципе для Балана очень хороший показатель. Мысленно возвращаясь в детство и юношество, вспоминаешь популярный тогда танец электродэнс, он же Тиктоник. Это вам не тверк, здесь одной задницей не обойдёшься. Танцоры Тиктоника ради победы на баттлах задействовали практически все мышцы своего тела, иногда даже мимические. Но я сейчас рассказываю не про Тиктоник, а про песню 2008 года «One Desire» от диджей-проекта «Джакарта». Ведь 3D-малыши в подгузниках танцевали именно Тиктоник в клипе на песню, а благодаря мультяшному клипу песня попала в уже упомянутую рубрику «Baby Time» на Bridge TV. Поэтому и песня стала одной из любимых песен детства более младшего поколения. Следующая песня в нашем списке «Уходи, дверь закрой» от Евгении Отрадной. Песня была очень популярна в своё время и играла практически отовсюду. И что характерно, эта песня остаётся одной из любимых у нынешних девчонок. Я даже сам был очевидцем, как две девчонки подросткового возраста крутили эту песню на телефоне и подпевали, пока ждали электричку на станции МЦК. «Уходи, дверь закрой! У меня теперь другой!» Наверняка многие вспомнят пиратские видеокассеты с зарубежными фильмами с гнусовым переводом, на которых в самом начале мы достаточно часто слышали «Колапия Пикчерс представляет». Именно эта всеми любимая фраза косвенно повлияла на успех хита группы Бандерас. Группа в свойственной ей манере в песне описывает страстные чувства, которым позавидуют даже самые оскароносные голливудские фильмы. Отсюда и название «Коламбия Пикчерс» не представляет. Сейчас речь пойдёт о белорусском парне. И нет, это не Тима Белорусских или Макс Корж. Раз уж у нас песни, которые ты знаешь с детства, речь пойдёт про персонажа, который хайпил намного раньше. А парням его назвать можно разве что для красного словца. Это уже давно зрелый мужчина, музыкант и бизнесмен, рэпер Серёга. И да, он тоже был в первой части со своим чёрным бумером. Но в сегодняшний выпуск попала другая его песня «Кружим по району». Я знаю, о чём многие думают. Уже вторая часть песен детства, а сольных песен на имени Ма не было. Но не торопитесь с выводами, я это тоже предусмотрел. Тем более, что одна моя подписчица уже несколько выпусков ждёт песен любимого исполнителя. Итак, встречайте, Маршал Брюс Мэттерс Третий со своим хитом, который многие любят с детства, под названием «Визаут ми». Завершает наш сегодняшний выпуск снова рэп. На этот раз это совместная работа сразу двух культовых рэперов, Доктора Дре и Снубдога. «Стил Дре» была выпущена в качестве главного сингла на втором альбоме Доктора Дре 2001 года. Сингл был весьма популярным и помог альбому достичь мультиплатинового статуса, объявив триумфальное возвращение Дре на передний план хип-хоп сцены. Хотя и «Стил Дре» дебютировал под номером 93 на Billboard Hot 100, в Великобритании он добился намного лучшего результата, где достиг шестого места. На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Если тебе понравилось это видео, то поставь ему жирный лайк и поделись им с друзьями. Твои друзья явно оценят. Подписывайся на канал, если не подписан, и жми на колокольчик с пометкой «Получать все уведомления», чтобы быть всегда в курсе новых событий на канале. А также добавляйся в друзья в соцсетях. И, конечно, не забывай писать в комментариях свои любимые песни детства. Возможно, именно твой комментарий и песня попадут в следующий выпуск. А на сегодня все. Погрузись в музыкальный беспредел.